Эпилепсия – самое распространенное заболевание головного мозга и далеко не редкое. С древних времен оно вызывало у людей трепет. Болезнь считали либо божественным знаком, либо одержимостью демоном. Ужас окружающих вызывал вид человека в припадке. Эпилепсические приступы выглядят достаточно неприятно. Вот то, что мы видим на улицах, иногда человек падает, бьется в судорогах. И из-за этого внешнего вида приступа, конечно, всегда существовали предрадсудки. Причина эпилептического приступа – гиперсинхронный разряд нейронов. Это как вспышка молнии с громом в природе. Происходит одномоментно разряд большого количества нейронов головного мозга. То, что человек падает, теряет сознание, у него развивается напряжение всех мышц, а потом подергивание. Это не всегда выглядит так. То есть такие приступы бывают относительно редко. Очень много других типов приступов. Это эпилептический миоклонический приступ. Вот ребенок сидит спокойно, вздрагивает. И за доли секунд до этого вздрагивания на ЭГ отмечается эпилептический разряд. Вздрагивают очень многие, но если вздрагиванию пришествует эпилептический разряд, то это эпилептический приступ. Это тоже вздрагивание, но уже у подростка. За доли секунды до вздрагивания происходит эпилептический разряд. Вздрагивание может быть настолько сильным, что пациент может упасть. поэтому его поддерживают. Вот очень распространенный тип приступа у детей. Ребенок занимается чем-то, начинается разряд, и у него нарушается сознание, он ни на что не реагирует, прекращает свою деятельность, отсутствующие выражения лица. Этот тип приступа называется абсанс. Вот он уже закончился, продолжается 10-20 секунд, и ребенок в полном сознании продолжает прерванную деятельность. Вот очень опасный в плане травматизации тип приступа. Атонический приступ, который сопровождает тяжелые формы эпилепсии. Теряется мышечный тонус, ребенок внезапно падает, может сильно травмироваться. При этом типе приступов иногда носит защитные шлемы, напоминающие хоккейные, чтобы не разбить голову. Этот приступ не очень характерен для детей, чаще бывает у взрослых. У ребенка в левой ноге ощущение по типу мурашек, так называемая парастезия. Он не теряет сознание, и потом у него начинаются клонические сокращения в мышцах левой ноги. Этот тип приступа называют Джексоновским по имени врача, впервые его описавшего. У пациентки сначала будет абсанс, вот разряд, и она перестает читать, а потом идет абсанс опять. Она утрачивает сознание, не разговаривает, но этот абсанс переходит генерализированный тонико-клонический приступ. Вот такой звук издают пациенты в начале приступа, потом тоническое напряжение. Сознание утрачено в этот момент, число сердцебиений удваивается, и развиваются клонические сокращения отдельных мышц. Вот это один из самых тяжелых типов приступа, то, что в бытовом сознании связывается с диагнозом эпилепсии. Потихоньку эти сокращения становятся реже, восстанавливается ритм дыхания и сердцебиения. Нормализуется цвет кожных покровов. Пациент приходит в себя. Кажется, что приступ длится долго, но в действительности проходит всего 1-2 минуты. Многие думают, что при таком приступе надо обязательно разжать рот пациенту, чтобы он не прикусил язык, вставить между зубами какой-нибудь предмет. Но этого делать ни в коем случае не надо. Видите, врачи ничего такого не делают. Во-первых, можно сломать зубы человеку или он прикусит ваши пальцы. Вообще, во время приступа постороннего вмешательства не требуется. Надо следить только за тем, чтобы человек не травмировал себя, не ударился головой. Приступ пройдет сам. И вот тогда понадобится помощь. Надо повернуть человека на бок, чтобы он не захлебнулся слюной. Помочь ему сесть или лечь. Придя в себя, человек будет чувствовать сильную слабость и сонливость. Ему нужно будет немного отдохнуть. Если больной знает о своем диагнозе, скорую помощь вызывать не надо. Еще один тип приступа. Так называемый тонический генерализованный приступ. У пациента одновременно напряглись мышцы жевательной мускулатуры, мышцы рук и ног. Он мог упасть в этот момент. Этот пациент с одной из доброкачественных форм эпилепсии роландической. Вот идут разряды. Доброкачественные и лептофодные разряды детства. Они напоминают зубцы электрокардиограммы. У него неприятные ощущения в левой половине лица. Разряды преимущественно справа. Вот у него идет перекос рта в сторону, небольшой поворот головы и поддергивание мимической мускулатуры слева. Иногда такой приступ может распространиться на руку. Ребенок в сознании, он взаимодействует с персоналом. Его просят поднять руку, он поднимает, но он не может в этот момент говорить. И обильные слюнотечения. Дети пугаются этих приступов, но это доброкачественные формы, которые проходят без лечения. Не надо бояться этого диагноза. Это такое же заболевание, как любое другое заболевание, например, печени или легких, или почек. Что эпилепсия сейчас чрезвычайно хорошо лечится, что реальные шансы вылечиться от эпилепсии есть примерно у 60% пациентов. И что обязательно, если случился у кого-то эпилептический приступ, нужно обратиться к специалисту, к человеку, к неврологу или психиатру, который занимается именно диагностикой и лечением эпилепсии.